Полезный город Александр Никитин, генеральный директор экологического правового центра «Билона» и руководитель комиссии по экологии общественного совета Госкорпорации «Росатом». И Светлана, и Александр Никитин в начале декабря участвовали в заседании комиссии по экологии общественного совета «Росатома». Проводилось оно в расширенном формате с привлечением экологов, экоактивистов из разных регионов России. Свет, почему был выбран такой формат? Зачем так много народу? Я бы не сказала, что было много народу. Я бы сказала, что там присутствовали люди, ответственные за проекты с разных сторон и разного уровня. Потому что там были представители топ-менеджмента Госкорпорации «Росатом», которые отвечают за исполнение национального проекта «Экология». Там были представители Общественной палаты Российской Федерации. Там были представители Общественной палаты Кировской области, вот в моем лице. Там были представители, полномочные представители президента Российской Федерации в Переволожском федеральном округе, заместители представителей Игоря Буренков. То есть решили собрать экспертов, людей, которые работают по проекту «Экология» с разных сторон, по разным направлениям. В частности, меня пригласили именно как члены Общественной палаты Кировской области, потому что важно было понять, как внутри региона идут процессы. Также присутствовал Удмуртия со стороны Саратовской области, присутствовал Госуниверситет. И мне кажется, что это было правильное решение, потому что это не просто отчетное было мероприятие, где произносились какие-то высокие речи. Это вполне себе было рабочее мероприятие, потому что важно было сверить часы, кто чем занимается, какой есть отклик на местах, какие еще задачи сейчас стоят, какие вопросы люди задают. И, на мой взгляд, это, конечно, наполняло смыслом таким глубоким это совещание. Это было заключительное мероприятие в этом году, вот встреча с общественниками, с научным сообществом. Что касается заседания Общественного совета, вернее, Комиссии по экологии Общественного совета Росатома, то да. А вот что касается мероприятий по встречам с общественниками и наукой, то нет. Потому что вот сегодня, например, в Кировской области начинается гражданский форум, как ты знаешь. Он пройдет два дня, сегодня и завтра, пятница и суббота. И вот в субботу у нас будет на панели Комиссии по экологии Кировской области все те же вопросы. Это раздельный сбор мусора, это вторичное использование ресурсов. Я уверена, что там будут подниматься вопросы про эко-технопарк мирный. А кроме того, я бы сказала, что поднимется новый вопрос. Это более внимательное отношение к тому бизнесу, который желает, уже сейчас готов работать на вторых ресурсах. Ты заметила, как мы сейчас говорим? Мы не говорим там мусор, мы не говорим просто отходы. Мы говорим все-таки вторый ресурс. Это опять кто-то нас будет обвинять. Все время флешбек наше советское с тобой детство. Но мы помним, да, вторсырье. Мы помним, да, вторсырье. Тогда об этом говорили. И сейчас то же самое. То есть вот эта история про устойчивое развитие регионов, она непосредственно сейчас включает осознанное потребление и вторичное использование ресурсов. И это основной акцент. Знаешь, что самое главное, наверное, я прозвучала на этом заседании, и что за этот год точно уже утвердилась и устоялась, это вот как раз понимание того, что мы все-таки, не то чтобы мы идем в общемировом тренде, но мы все-таки наконец-то вошли, вышли вот на эту дорогу, которая с конца 60-х годов в Европе, в Америке активно развивалась. Это как раз большая акцентуация на то большое количество ресурсов, которые мы потребляем, и не только я имею в виду недра, но и бытовые ресурсы, и строительство отрасли, которая все-таки будет их перерабатывать и использовать снова. И вполне себе понятные цифры сейчас ставят с правительством Российской Федерации к 24-му и к 30-му году, сколько мы должны возвращать народное хозяйство из отходов этих ресурсов, и сколько, например, их использовать из вторресурсов, из отходов для создания, для выработки тепловой электроэнергии. То есть даже об этом уже речь идет? Эти цифры уже объявлены, они есть в документах, то мы к 30-му году, если мне память не изменяет, но я примерно скажу, что 40% должно использоваться вторично как именно продукт, а еще 15-20% перерабатывается в электроэнергию и тепло. Так давай посчитаем, это 55-60% мусора, по старинке скажем, должно возвращаться в народное хозяйство. А это о каких отходах идет речь? О отходах разного класса, да? О отходах разного класса. Обо всех отходах мы говорим здесь и о технических промышленных отходах, которые называют первый-вторый класс опасности, потому что с ними мы не можем работать просто на заводах по сортировке, и еще как-то это должна быть отдельная система, именно поэтому она поручена Госкорпорацией Росатом, которая имеет большой опыт и потенциал специалистов в отраслях сложных, наукоемких. И, конечно, бытовые отходы и медицинские отходы. Мы говорим обо всем, что мы с вами, товарищ, производим в процессе своей жизни. Если говорить про мирный, про экотехнопарк мирный, Светлана сказала, ты про отходы первого-второго класса опасности, о чем говорили на заседании комиссии по экологии, про технопарки? Ну, говорили не конкретно про экотехнопарк мирный, говорили про все экотехнопарки, которые, да, семь. Семь будет всего, четыре первые очереди. Будет, скорее всего, больше, потому что мы видим, что правительство чуть ли не ежемесячно добавляет задач госкорпорации, и точно речь идет о семье, а вполне возможно, что в следующем году их будет большее количество. Просто, ну, ты помнишь, мы не одну программу делали, и когда разбирали опыт европейский, мы говорили, что чуть ли не каждый муниципалитет не по одному экотехнопарку имеет. Ну, собственно, да, вот тот пример Вены, где 12 только мусороперерабатывающих заводов, и каждый из них мини-экотехнопарк. Да? Что о них говорили? Ты хочешь, чтобы я бы каждого спикера привела? Нет, я больше спрашиваю про общественную экспертизу. Правильно ли я понимаю, что подводились в том числе итоги общественных экспертиз? Да, ну, если мы с тобой говорим об экотехнопарке «Мирный», который к нам ближе, естественно, и мы живем на этой территории и о нем говорим, то экотехнопарк «Мирный» прошел... Ну, все экотехнопарки по графику там работ идут. В этом году очень важная акцентуация была на экспертизы общественной и государственной экологической экспертизы этих проектах. Работа над технической документацией ведется в Кировской области. Прошло три общественных экспертизы. Я, как сена общественной палаты, в курсе. Ну, и люди, которые интересуются, они тоже могут быть в курсе, потому что информация-то абсолютно открытая. Она выкладывалась и на сайте общественной палаты Кировской области. И вот есть группа ВКонтакте, которая так и называется, «Экотехнопарк «Мирный», которая постоянно публикует данные по работам, которые ведутся и над документацией, выкладываются новости законодательные, в том числе и по экспертизам. У нас прошло три общественные экспертизы. Две из этих экспертиз, их результаты были приняты. Третья экспертиза, сейчас у меня закрылся этот пост, по-моему, на третьей экспертизе сроки не уложились или еще что-то. Я вот найду в течение нашей программы, что уже открыла. Союз за химическую безопасность, по-моему, проводил ее. Да, я хотела просто... И там сообщалось, что не успели. Может быть, не успели. Это есть в группе «Экотехнопарк «Мирный», если кто-то не заходит на сайт Федерального экологического оператора, где тоже есть странички «Экотехнопарк» и «Мирный», и все можно почитать. Да, вот, кстати говоря, по документации «Экотехнопарк», три общественные экспертизы, Всероссийское общество охраны природы, Чистая вятка и Союз за химическую безопасность. Две первые, я цитирую. «Провели экспертизу в отведенный срок, направили замечания, их учли при госэкспертизе». Госэкспертиза учитывает замечания и предложения. Третья организация выдала заключение позже срока. Закон есть закон, есть определенные сроки. Вот, тем не менее, что касается общественных экспертиз, ты помнишь, мы, когда, опять же, опыт обсуждали «Экотехнопарков», которые уже существуют, то было заявлено, что, в принципе, любая организация на любом этапе работы любого предприятия может заявиться на общественную экспертизу, а не только на начальном этапе, когда угодно есть определенная процедура, она прописана. Общественники наши кировские принимали участие в подготовке проектной документации по «Экотехнопарку Мирный»? Общественники общественную экспертизу собирали. В этом качестве. Да, потому что, чтобы анализировать документацию, необходимо пригласить специалистов. Вот ты, как и я, например, как общественники, вдвоем собрались или просто как горожане. Не обязательно нам быть общественниками. И решили, что нужно вот нам общественную экспертизу. И тогда мы идем по заявленной процедуре. Мы с тобой должны привлечь экспертов, то есть людей, которые специалисты, дипломированные, со степенями, возможно, учеными, инженеры и так далее. И вот они проводят экспертизу, а не мы с тобой. Вряд ли мы с тобой можем провести экспертизу, например, технической документации. Не специалисты. А кто еще участвовал в проекте? Вот я не знаю, может быть, ты помнишь, кто подключался из экспертов? В каком проекте? К подготовке проектной документации. Ну, давай вспомним, что в общественной палате Кировской области есть рабочая группа, которая, это уже там не общественная экспертиза, о которых мы говорили, не общественная организация, которая объединила экспертов, между прочим, которые работали как раз на объекте по утилизации химического оружия, когда они были. И это уникальный опыт. Тамара Яковлевна, руководитель комиссии по экологии общественной палаты, профессор, она собрала как раз специалистов, которые все эти годы работали с объектом по УХО, в Мородыковском тогда, да, и эти же специалисты участвовали в экспертизе. И это очень важно. То есть получается, это четвертая еще работа, и там, кстати, были очень жаркие споры, и большое количество предложений, и задач. И, между прочим, эти встречи не заканчиваются сейчас. Вот та самая конференция по экологическое, которая проходила в ВИАДГУ, и мы ее здесь освещали недавно. Да-да-да. Там ведь тоже обсуждались итоги работы ученых, и там было высказано предложение о том, чтобы постоянно действующие группы наблюдательные, я могу немножко неправильно говорить, там терминологии вводить, на постоянную действующую наблюдательную группу по мониторингу за этими объектами. Она была создана и действовала точно так, как на объектах УХО, которые когда-то существовали. И это предложение тоже, между прочим, вот на расширенном заседании комиссии по экологии общественного совета госкорпорации Росатом было озвучено, оно внесено, это предложение, оно было озвучено Саратовым, потому что Саратов тоже в нашей экологической конференции принимал решение от лица всех представителей четырех регионов. Пока мы ждем присоединения к нам Александра Никитина, еще, Светлана, хочу тебя спросить. Я, насколько понимаю, говорилось в том числе и о кадровом потенциале на вот этом расширенном заседании экологической комиссии. Ты знаешь, я не помню, говорилось ли о кадровом потенциале конкретно экотехнопарка Мирный на экологической комиссии. Резентации большие, они, кстати, по-моему, в доступе и можно посмотреть, но точно все данные по специалистам экотехнопарка Мирный, они выложены в доступ. Я снова возвращаюсь в группе ВКонтакте экотехнопарк Мирный, потому что это важно. Понимаешь, как бы мы в каждом эфире говорим о том, что, ребята, вот есть источники, в которых можно официальную информацию почерпнуть. Конечно, когда представители федерального экологического оператора отчитывались, презентации, вероятно, были все цифры, но я тебе сейчас как бы конкретные слайды не приведу, но я тебе могу сказать, что, судя по информации официальной, снова, которую я вижу в официальной группе экотехнопарка на новом предприятии, вот для меня, кстати, меня это, наверное, она прозвучала именно там, потому что я потом вернулась к этой группе, и для меня эта цифра была поразительной. Я почему-то думала, что она раньше была меньше, человек 200-300 у меня как-то в голове было рабочих мест, а на самом деле на новом предприятии, с учётом сопутствующих производств, будет занято около тысячи человек. Вот эта тысяча человек меня поразила для экотехнопарка в посёлке Мирном. И во-вторых, что меня, конечно, порадовало, потому что я очень люблю просветительские проекты, образовательные проекты, что вся цепочка подготовки специалистов начнётся со школы. Вот мы уже рассказывали про менделеевские классы, которые запустились и работают. Параллельно с тем, что РХТУ и ВИДГУ ведут уроки, конкретно в Мирном, у ребят будет прямая дорога для поступления, вот вузы, которые вошли в консорциум, которые готовят специалистов для этой отрасли. Это вот прям, понимаешь, ты уже знаешь, вот если ты старшеклассник, что тебя ждёт, и предметно этим занимаешься. Тем более, что ты будешь востребован, практически ты трудоустроен уже. И кроме этого, дальше уже вузы. Вот буквально недавно на РИА Новостях вышла новость о том, что ВИДГУ будет готовить специалистов для перерабатывающей отрасли, работающих на отходах, на то сырье со всего мира. Это было, по-моему, чуть ли не позавчера, или, может быть, два дня назад. Ну и вот эта цепочка новостей, мне кажется, нас не может не радовать, потому что мы уже видим, как будут готовиться специалисты, и мы видим, какие новые возможности для наших ребят не только из Мирного открываются. Возвращаясь к кадрам, вот всё-таки вот этот консорциум вузов, которые объединились в передовые экотехнологии, это консорциум экотехнологии ещё в прошлом году, и вуз на Швядский государственный университет туда входит, они, конечно, работают очень хорошо и быстро, потому что ещё в прошлом году не было таких специализаций, не было таких программ, но были разработки научные на разных всяких кафедрах, а в этом году уже и учебные программы разрабатываются, и классно, что они международные, потому что мы же понимаем, что, конечно, нужно использовать передовой международный опыт, конечно, нужно собирать всё, что было разработано на кафедрах, касающихся переработки сырья, и они стали теперь востребованы, потому что, частно, учёные говорили, что вот у нас вот это разработано, вот здесь было, опять же, в дневном развороте мы об этом говорили. Возвращаясь, например, всё-таки к экотехнопаркам, о которых мы с тобой говорили, и, надеюсь, Александр Константинович поподробнее об этом расскажет, и про проекты, которые федеральный экологический оператор получает, как я тебе говорила, вот постоянно сейчас, давайте вспомним, что кроме четырёх экотехнопарков, которые в Приволжском федеральном округе, да, вот планируются к строительству, и работа над этим идёт, вот три, мы говорили, больших экотехнопарка, это за Уральским уже хребтом, и очень яркий пример того, что происходит, и почему просто уже не вчера и не позавчера, а 40 лет назад надо было делать, это вот как раз тот сложный объект, который в Уссоле, вот сейчас над которым работает федеральный экологический оператор, ты помнишь, да, там производство, ртуть, разлитая буквально там на земле лежащая, и ликвидация этого вреда накопленного просто очень высокими темпами идёт, вот, и на мой взгляд, вот для меня показательно очень, что это не просто консервируется каким-то образом, консервируется, упаковывается и оставляется на будущее, всё-таки Россия владеет такими технологиями, которые уже сейчас позволяют полностью ликвидировать этот вред, то есть и на этом месте, чтобы был экотехнопарк, который будет работать дальше, и уже даже есть разработки технологические, макеты показывали, как это может выглядеть, и люди там тоже участвуют в обсуждении того, что они хотят видеть, как они смогут там работать, и вот это, мне кажется, показатель, что мы не просто там сейчас свалки, знаешь, так прикрываем сверху колпачком, а вот как у нас в Кельмезии, например, и, наконец-то, в Костино. Да, вот возвращаясь к нам, включение Росатома в как раз вот эту историю с ликвидацией накопленного вреда в Кельмезии и в Костино, Ядомогильник, да? В Костино свалка, а в Кельмезии ядомогильник. Ядомогильник, да. Эта история, она, ну как бы, почему была именно, почему именно ФЭО в это включается? Ну, Ядомогильник, это потому что опасные отходы, да? И именно федеральный экологический оператор этим занимается. А Костинская свалка очень сложная. Ты же помнишь, когда ее должны были закрыть? И то, что там, и по каким технологиям она еще строилась, и сколько у нас лет переработала она, и то, что там внутри этой Костинской свалки, это нельзя назвать легким объектом. Это очень сложный объект, и поскольку взаимодействие сейчас плотное с федеральным экологическим оператором, то я думаю, что это в том числе и заслуга правительства Кировской области, и членов общественной палаты, и Тамара Яковлевна Шихмина, кстати, не надо значение личности преуменьшать, потому что она очень... Я сколько работаю в общественной палате, столько помню, сколько она собирала совещаний по поводу накопленного вреда и наших Ядомогильников, и Тельмески не единственных, их по Кировской области. Может быть, ну, в общем, очень достаточное, значительное количество. И, конечно, с этим надо работать было уже. И еще давно начинать. Слава Богу, что сейчас, да. Еще раз попробуем. Третий заход. Да. Александр Никитин к нам присоединяется, генеральный директор экологического правового центра Билона и руководитель комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Александр Константинович, добрый день. Добрый день. Ура! Александр Константинович, здраво. Вы меня услышали, да. Спасибо. Наконец-то. Александр Константинович, мы со Светланой обсуждаем итоги заседания комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Скажите, пожалуйста, вот если говорить о проектах, в которых принимает участие «Росатом», в каких мероприятиях у нас проекта «Экология» он задействован, Госкорпорации? Ну, во-первых, это четыре объекта, это четыре ПТК, о которых я слышал уже у вас шла речь. Это в Саратовской области Михайловский, в Кировской Мирной, Камбарка в Адмурдии и Щучев Курганской области. Кроме этого, есть еще четыре объекта, в котором работает федеральный экологический оператор. Это Красный Бор в Ленинградской области, Челябинск, знаменитая Челябинская свалка, городская свалка, городская, да, городская свалка, которая расположена в центре, которой уже более 50 лет. Это Усоль-Сибирская, это знаменитый объект, по которому высказывались все, включая президента. И последний объект, сейчас добавляют им объект на Камчатке, и перед этим добавили важный объект на Байкале. Это Байкальский целлюзовый бумажный комбинат. Это на самом деле большие объекты, это супербольшие объекты, я бы сказал, которым занимается сейчас федеральный экологический оператор. Правильно ли я понимаю, что в этом году большое внимание было уделено созданию государственной информационной системы, если мы говорим об обращении с отходами первого-второго класса опасности? И что это такое? Да, и что это такое, вот эта государственная информационная система? Как это будет работать? Да, государственная информационная система это очень важный элемент. Это, по сути, по моей оценке, если не было ДГИСа, то, собственно говоря, весь проект, который мы сейчас выстраиваем, и создание ПТК, о которых мы ведем речь, это практически бесполезно, потому что это информационная система и одновременно система контроля за тем, что происходит с отходами первого-второго класса опасности. Сейчас ГИС в состоянии формирования, вот по плану до декабря 2020 года, то есть до этого месяца, уже должны выйти, пройти второй этап. этой системы, а сама система должна заработать в декабре 2021 года. К этой системе должны подключиться все те, которые, ну, во-первых, те, которые занимаются вопросами, это бизнес, который занимался вопросами отходов первого-второго класса, обращением с этими отходами, это накопление, переработка, транспортировка и так далее. Это, то есть сюда должны подключиться те, которые нарабатывают в первую очередь или собирают отходы первого-второго класса. Одним словом, это система, которая даст возможность нам посмотреть, что происходит в этом поле обращения с отходами первого-второго класса опасности. Все, начиная от их образования и заканчивая их переработкой и уничтожением. И это будет такая сетка, которая фактически всю страну покроет. Вот я просто на сайте ФЭО смотрю, к сентябрю более 40 регионов России подключилось уже к этой системе информационной. Да, совершенно верно. Эта сетка покроет всю страну, весь бизнес, который в этом поле. И эта сетка будет помогать ориентироваться в том, что происходит в поле обращения с отходами первого-второго класса опасности. А если мы говорим о выстраивании комплексной системы обращения с отходами первого-второго класса опасности, то есть помимо вот этой работы над информационной системой, что еще было сделано в этом году? Ну, это ПТК, о которых шла речь. Да, это все, что мы прошли по ПТК сейчас, прошли большой этап, включая государственную экологическую экспертизу. Вы знаете о том, что проходили общественные экологические экспертизы, в том числе и в Кировской области, при участии общественности местной и тех, которые были заявлены на общественную экологическую экспертизу. И сейчас идет, мы выходим на третий этап, федеральный экологический оператор выходит на третий этап в 2021 году. Это этап, который будет связан со строительством, достройки этого комплекса новых технологий и запуска в 2024 году, запуска в эксплуатацию. Но я слушателям просто напомню, как раз у меня здесь сейчас есть этапы и сроки создания экотехнопарков, то, что запланировано, как раз в 2021 год, как вы говорите, начало общестроительных работ, закупка и поставка оборудования. 2022 год – это монтаж вспомогательного и основного оборудования. И конец 2023 года – ввод объекта в эксплуатацию. Да, совершенно верно, да. Александр Константинович, вот вы заговорили про бизнес, и мы говорили, вот эта государственная информационная система должна включить в себя вот эту картину общую бизнеса, вовлеченного в переработку и в работу с отходами первого-второго класса опасности. На заседании, насколько я понимаю, было сказано, что на нацпроект «Экология» в регионах Приволжского округа до 2024 года предусмотрено выделение более 130 миллиардов рублей, и из них треть – это внебюджетные источники. То есть, получается, это как раз привлечение бизнеса. Насколько вообще сейчас отрасль переработки отходов интересна для потенциальных инвесторов? Бизнес, насколько активно в это заходит? Вы знаете, здесь принцип такой. Бизнес, который обращался с отходами первого-второго класса, он существовал до этих решений, всех, о которых мы сегодня говорим. И этот бизнес никуда не девается. Никто не закрывает никакие бизнес-предприятия, которые занимались отходами первого-второго класса. Они могут заниматься этим дальше. И, собственно говоря, федеральный экологический оператор, он как дополнение и как помощник. Поэтому вот эти 30% небюджетных средств – это, собственно говоря, бюджет того бизнеса, который этим занимался. Бизнес, кстати, очень сильно переживал, как бы их не закрыли и не создали единого ответственного за все эти процессы. Но это совершенно не так, это успокоит. Все остаются, как говорится, на своих местах, если они полагают, что это им необходимо. Единственное требование – это чтобы это было все прозрачно, и федеральный экологический оператор, чтобы понимал вот эту всю картину, которая происходит с обращением с отходами первого-второго класса, как непосредственно тем, чем он занимается, и то, чем занимается бизнес, для того, чтобы уйти от криминалитета. Александр Никитин, генеральный директор экологического правового центра «БИЛОНа», Светлана Занько, член общественной палаты Кировской области, руководитель информ-центра атомной энергии в Кирове. Делаем перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты. Возвращаемся в студию. Александр Никитин с нами на связи. Генеральный директор экологического правового центра «БИЛОНа», руководитель комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Светлана Занько, член общественной палаты Кировской области, руководитель информ-центра атомной энергии в нашей студии. Продолжаем говорить о реализации мероприятия национального проекта «Экология». Год экологии закончился в прошлом году. Да, совершенно верно. И я еще хотела спросить. То есть, понятно, бизнес остается на своих местах. А вовлекается ли новый? То есть, что делается для того, чтобы привлечь новых игроков на рынок? И вообще, возможно ли это сделать так, чтобы большинство вот этих вот вредных продуктов, вредных отходов превращались во что-то, что перерабатывается? Ну, если это ко мне вопрос, а не к Светлане... Да, это к вам обоих. Да, мое мнение такое. Государство, оценив ущерб, который наносит, может нанести, потенциально наносит отходы первого-второго класса опасности, оно приняло решение цивилизованно выстроить вот это обращение, а вот этот рынок цивилизованно выстроить. Если бизнес готов войти в этот цивилизованный рынок, то да. Если появится новый бизнес, а он наверняка появится, потому что будут созданы условия для того, чтобы он появился, для того, чтобы собирали все отходы, которые раньше, может быть, оставляли где-нибудь на свалках или там у обочины дороги, да. Если появится новый бизнес, то да, есть правила понятные, по которым бизнес должен появиться и войти в этот бизнес. То есть это государственно-коммерческий проект, который не закрывает путь для любого бизнеса, который хочет этим заниматься, которому выгодно. А как вам кажется, сколько времени должно пройти вообще, для того, чтобы выстроилась вот эта система? Светлана Светлана Светлана, да. Ну, сложно прогнозировать, понятно. Да, сможем ли мы, Александр Константинович, сможем ли мы, используя весь накопленный опыт мировой, вот мы же говорили, что с 60-х годов там, да, в Европе строилось это всё. Мы отстали, посмотрите-ка, на 50-60 лет. Сможем ли мы сейчас рывок такой осуществить, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами, перед страной, и правительство ставит, и вот я начала с этого, да, там, по-моему, к 30-му году заявлялось о 40% возврата в народное хозяйство, там, да, из отходов веществ, и ещё 10-15% переработки в электротеплоэнергию. То есть у нас получается 55-65%. Вот это за 10 лет получается. Удастся, как думаете? Светлана, вы знаете, я, честно говоря, не пророк, вот, но я как бы практик, и по мне, для того, чтобы что-то удалось, надо делать реальные шаги. И вот мы сейчас этим занимаемся, я имею в виду государство, федеральный экологический оператор, и всё, те, которые строятся. Если мы будем делать реальные шаги, то я думаю, что мы достигнем результатов, может быть, не таких, но мы достигнем результатов. Я просто, у меня есть немножко другое сравнение. Есть такая область обращения с радиоактивными отходами. Ведь, собственно говоря, вот смотрите, до 2011 года у нас не было даже закона об обращении с радиоактивными отходами. И вот эта область обращения с радиоактивными отходами, она была не совсем понятна, ну, общественности вообще непонятно, да, И даже специалистам не совсем понятно, как она работала. После того, как приняли закон, образовали, допустим, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами, сейчас, через 10 лет практически, я могу посмотреть назад и сказать, что сейчас понятно, что происходит, как происходит и каковы цели, конечные цели. Это работает. Если федеральный экологический оператор будет идти по пути национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, то примерно они должны получить такой же результат, как получил нацоператор. Ну вот это вот ответ на вопрос, почему поручили Росатому, собственно, да? Да, я хочу сказать, что я вот с коллегами с Росатома часто, да, и тесно общаюсь, поскольку по своей работе, по своему статусу. Вот, и я им говорю о том, что, ребята, вы понимаете, если, допустим, скажем, вы плохо сработаете, и у вас не получится, например, тот же Красный Бор, да, который 50 лет, 50 лет пытались что-то сделать на этом месте для того, чтобы ликвидировать этот объект, Красный Бор. Если вы сейчас пришли и заявили, и у вас буквально есть 3 года для того, чтобы ликвидировать, и вы это не сможете сделать, вы тогда можете сказать, что вы, как говорится, вам надо сказать «до свидания». Вот. Я думаю, что поручили, потому что есть опыт действительно, и есть быстрее всего, что подобрали, подбирают, по крайней мере, людей ответственных, которые могут выполнить эти задачи. Да, ну и кроме того, надо вспомнить, что все-таки у госкорпорации огромный научный потенциал, да, огромный потенциал инженерных сотрудников и целая своя промышленная отрасль, которая над этим трудится. Да, там госкорпорации – это, конечно, огромная система. Это 75-летняя история, да, это не просто другие госкорпорации, не буду их называть, которые появились 3-4 года назад, и непонятно откуда и зачем. Вот. Это корпорации с историей, с наукой, с образованием, с промышленностью, с тем, все, что это есть. Это, конечно, одна из самых устойчивых и самых, конечно, продвинутых, то, что мы сегодня в России наблюдаем. Не так много их, может быть, даже нету больше таких. Да, Александр Константинович, правильно ли я вас понимаю, что, в принципе, кадровый потенциал отрасли, он уже есть, его только развивать нужно теперь? Да, абсолютно. Если мы говорим о переработке. Да, абсолютно точно. И я вот просто наблюдаю, как решаются вопросы кадрового потенциала. Ведь, собственно говоря, туда пришли сейчас специалисты, которые занимались, допустим, тем же химическим оружием. Туда пришла наука, Менделеевка, например, там, которая раньше к Росатому, конечно, не имели какое-то отношение, но не настолько. И вот эта вовлеченность, да, и заинтересованность, и науки, и тех специалистов, которые проявили себя. Мы же, собственно говоря, решили задачу, допустим, уничтожения химоружия. Это тоже была непростая задача. Вы вспомните, сколько копьев наломали на этой задаче, даже у вас тоже. Было дело, да. Да, Александр Константинович, я вот о чём ещё хотела сказать. Мы начали уже этот разговор до звонка вам, уже что касается потенциала, о котором Ань говорит. То есть не то, что там только был, и его внутри там воспитывают. Огромное количество, вот консорциум передовой экотехнологии, да, вузы региональные, в том числе, наряду с РХТУ имени Менделеева. Которые в этом году строят. Которые, да, которые и работают над созданием вот большого количества новых специалистов для этой отрасли. Потому что это не перераспределение внутренних ресурсов. Я понимаю, конечно. Да, да, это так. Здесь, знаете, здесь вот в области подготовки, в области образования и в области просвещения здесь надо, чтобы, конечно, государство понимало эту важнейшую задачу. Потому что все эти разговоры по поводу того, что мы отходы должны сортировать, потом, значит, мы их должны складывать, мы должны отдавать в те места для того, чтобы они не оказались там, где им не надо. Это все хорошо. Но вот образовывать и просвещать надо, начиная со школьной скамьи. Даже раньше, наверное, с детского сада. Да, с детского сада. Если мы этого не будем делать, это практически бесполезная работа. У меня есть, как говорится передо мной, есть страны для сравнения. Я вижу, как часто бывая в других странах, там, скажем, скандинавских странах, я вижу, как с детского сада это все учат. Ребенка, что куда надо, что выбрасывать, раскладывать, сдавать и так далее. Это задача одна из, я думаю, одна из главнейших задач для России. Потому что население, вот, в силу вот этих исторических всяких наших событий, оно к этому не приучено. Хотя в Советском Союзе, я помню, было это, мы и бутылки сдавали, и сортировали что-то, и макулатуру сдавали. И пищевые отходы тоже сдавали. И пищевые отходы все сдавали. Это надо просто сделать цивилизованно, вернуть то, что было. Потому что даже старшее поколение, даже моего возраста, оно это помнит, оно это знает. Надо младшему поколению это все отдать. Да, Александр Константинович, надо вспомнить, что все-таки и медилеевские классы над этим работают, и большой масштабный проект «Экозабота» сейчас идет, как раз который рассчитан и на младших, в том числе школьников. На примере батареек изучается возврат уже, не просто собрать батарейки, потому что ежики умирают, а возврат элементов во вторичное обращение. Информационные центры по атомной энергии, которых 20 в стране работают с экологическими проектами, просветительскими, о которых говорит Александр Константинович. Но, конечно, опыт надо накапливать и внедрять его гуще в нашу повседневную жизнь. Если у нас еще время нет, звукорежиссер показывает, к сожалению, что надо нам заканчивать. Спасибо большое. Александр Никитин был с нами на связи. Руководитель комиссии по экологии общественного совета госкорпорации «Росатом» и генеральный директор экологического правового центра «Биллона» и Светлана Занько, член общественной палаты Кировской области, руководитель информцентра атомной энергии в Кирве. До свидания. До свидания. Спасибо, коллеги. Хорошего вам дня. Полезный город